МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вторник, 18 февраля. И с вами программа Курзомского телевидения «Взгляд из Венспилса. События. Люди. Мнение». В студии Олеся Пшененко. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Венспилсе в районе частных домов жителями был замечен автобус предприятия водоснабжения УДЭКа и специалисты, которые проводили там работы. Жителям Венспилса не всегда понятно, что же именно они делают и что происходит. Предприятие УДЭКа уже производит тестирование и в этом году активно продолжает инспектировать канализационные сети, чтобы вычислить те места в городе, где в общий канализационный сток также сливается дождевая вода. Для обнаружения незаконных подключений используется инновационный метод. В канализационную сеть вводится дым, который производит специальный дымовой генератор. После того, как дым введён, специалисты отслеживают, где появляется задымление. Но если в общих чертах, то мы уже второй месяц проводим проверки, и на данный момент мы идентифицировали уже около 60 частных владений, которые без разрешения подключились к использованию централизованной системы. На предприятии пришли к выводу, что у них нет полной информации о системе отвода дождевой воды в общественных и частных объектах недвижимости, из которых дождевая вода попадает в городскую центральную канализационную систему. «Мы продолжаем увеличивать доступность канализации. В городе мы построили очень много новых сетей, в частности, в районе частных домов. И мы много средств инвестируем для того, чтобы снизить наплыв дождевой воды в централизованную канализацию. Делается это для того, чтобы уменьшить расходы». По словам представителя УДОКИ, практика показывает, что в последнее время период осадков, особенно в районах частных домов, наблюдается значительный наплыв в бытовых канализационных сетях. Для отвода дождевой воды предназначены системы водостоков, дренажные канавы или инфильтрация воды в почву. В отдельных случаях предприятие разрешает сбрасывать эти воды в централизованные канализационные сети, но это происходит крайне редко. «В любом случае есть возможность заключить договор и откачать эту дождевую воду. Это происходит в порядке, установленном Кабинетом министров. Также производятся расчеты объемов, которые будут входить в городскую канализационную сеть. Будет заключен договор, и услуги будут оплачены». Как подчеркивает представитель предприятия Въестурс-Отомер, УДЭКа к своим клиентам относится достаточно лояльно, но считает такую деятельность незаконной, и правила Кабинета министров предусматривают за это достаточно суровое наказание в виде штрафа. В настоящее время нарушители получили предупреждение в виде письма, и им предписано упорядочить свою систему отвода дождевой воды. Надо отметить, что дым, который производит генератор дыма, не наносит вреда здоровью человека или же окружающей среде. «У нас был случай, когда Дайвин Спилсчанин заметил задымление в собственном дворе и вызвал оперативную службу спасения, чтобы пожарные проверили, что там происходит. Мы призываем вас объективно оценивать ситуацию и принимать во внимание информацию, что в городе на данный момент происходят инспекции и проверки. Исходя из этого, решать, есть ли необходимость вызывать пожарных». На сегодняшний день предприятие «УДОКО» выявило около 50 незаконных подключений к системе централизованной канализации в городе. Руководство Венспилской поликлиники работает над тем, чтобы как можно больше различных специалистов могли консультировать здесь, на месте. Таким образом было установлено тесное сотрудничество с врачами-флебологами, которые ежедневно принимают пациентов в столице. «Заботясь об удобстве пациентов, для того, чтобы пациентам не нужно было ехать на прием к флебологу в Ригу, и поскольку у нас таких специалистов нет, то к нам один раз в два месяца приезжают флебологи из клиники медицинской флебологии. Эти медицинские услуги всегда востребованы, и в этот раз врач остался еще на один день, чтобы принять всех пациентов, которые нуждались в его услугах. Чаще всего за помощью к флебологу обращаются пациенты, у которых проблемы с ногами. Обычно такие заболевания развиваются постепенно, в течение нескольких лет. Начинается все с ощущения тяжести. Также типичная проблема – это боль в ногах. И бывает, что опухает или одна нога, или сразу две. В основном речь идет о ногах, и редко о проблемах рук. Если речь идет о заболевании, которому 10 лет, один день туда-сюда ничего не решит. Другой разговор – когда еще вчера все было нормально, а утром пациент проснулся и почувствовал, что что-то произошло. Например, внезапно опухли ноги, или внезапно они заболели. И вот этого надо опасаться. Что-то происходит, какое-то обострение, и нужно моментально на это реагировать. Чтобы определить природу проблемы, сначала с пациентом разговаривают и задают ему вопросы. Затем проводится ультрасонография для того, чтобы определить состояние всех кровеносных сосудов. Чтобы понять, что происходит с ногами пациента, нам надо видеть общую картину. И в эту картину входят и артерии, и мы проводим обследование артерий и вен, исследование поверхностных вен. И если проблема в венах, то мы, как живая вода, можем помочь. Конечно, это зависит от того, это глубокие вены или же это поверхностные. Чаще всего речь идёт о проблемах поверхностных вен, и здесь довольно широкий спектр лечения. Начиная с профилактических процедур, компрессионной терапии, и заканчивая, например, такими процедурами, как удаление вен. Золотой стандарт 2020 года – малоинвазийные операции. Такие операции в настоящее время проводятся только в Риге. В этом случае используется лазерная терапия. Пациент проводит в операционной около получаса, после чего может встать и идти домой. Другой важный вопрос заключается в том, как максимально защитить себя от заболевания вен. И возможно ли это вообще? Основа основ – это генетика человека, и то, каким человек родился, таким он и будет. Скорее всего, если будет поставлен диагноз, у него будут заболевания вен. Отвечая на вопрос, что нужно делать, надо учитывать фактор риска. Не то, что произойдёт ли это, а то, когда это произойдёт. И в этом смысле значение имеет вес, физическая активность, которая помогает укрепить вены. Например, бассейн и другие физические нагрузки, которые подходят венам. И это для них важно. Всё, что вам нужно сделать – это заботиться о себе и быть здоровым. В Венспилсе работают сразу несколько библиотек, и у каждой есть своя целевая аудитория. В состав главной библиотеки входит детский центр, хранилище научно-исследовательской литературы с обширным отделом периодики и конференц-зал. Также там представлен учебный цифровой класс. Парвентская библиотека является важным местом для жителей Парвенты, и после строительства нового здания число читателей здесь увеличилось. Также в Парвентской библиотеке есть небольшой концертный зал и выставочный зал. Здесь работает информационный пункт для жителей, и можно выйти в интернет-пространство. На данный момент у Галинцемской библиотеки число читателей меньше, чем в других библиотеках города, но они здесь более постоянны. Помещение небольшое и скромное, места для книг не хватает. Но если и библиотеки здесь не будет, то в Галинцемсе просто некуда идти, кроме магазинов. В месяц два-три раза прихожу, обязательно. А почему сюда, а не в центральную библиотеку, например? Это же Галинцемс, и я тут рядом живу. Библиотека – это часть моей жизни. В феврале в Галинцемской библиотеке началось новое интересное мероприятие под названием «Галинч Ласса». Идея мероприятия такова – все собираются и обсуждают книги, прочитанные в 2019 году, а также все знакомятся с книжными новинками. Мы делаем кофе, чтобы было более уютно, и это мероприятие пройдет впервые за то время, что я тут работаю. Мне бы хотелось поговорить о книгах, мне бы хотелось узнать мнение наших читателей, что они думают о конкретных книгах. Также поговорим и о выпущенных в 2019 году книгах, и о любимых книгах наших читателей. А что вы тут подготовили? Это самые читаемые книги в Галинцемсе за 2019 год. И здесь мы сравниваем, что читали в главной библиотеке, и они отличаются. У каждого, кто приходит на это мероприятие, конечно же, есть и свои фавориты, которые затем можно порекомендовать почитать и другим. На этой неделе библиотека Галинцемса также ждет своих читателей. В четверг в три часа дня каждый сможет принять участие в мероприятии «Библиотека истории», проводимая ЮНЕСКО. В ближайшем будущем библиотеку в Галинцемсе ждут перемены. Уже разработан проект ее реконструкции. Курзымское телевидение будет следить за дальнейшей судьбой библиотеки и рассказывать в своих репортажах о том, как она будет выглядеть и как продвигается работа. На прошедших выходных в Олимпийском центре «Венспилс» в легкоатлетическом манеже проходил открытый чемпионат Латвии по стрельбе из лука в помещении. В соревнованиях приняли участие 98 спортсменов из Эстонии, Литвы и Латвии. Венспилский спортивный клуб «Одиссей» на соревнованиях представляли семь лучников под руководством тренера Виктора Овсюка. В индивидуальной борьбе в классе рекурсивного лука чемпионом Латвии стал венспилсчанин Давис Блазе. Айгор Спадис занял пятое место. Венспилсчанин Сергей Милишкевич завоевал золотую медаль в классе компактного лука. Александр Титов на пятом месте и Юрий Сидерс на девятом месте. В командной борьбе в классе компактного лука второе место заняли Сергей Милишкевич, Александр Титов и Юрий Сидерс. А в классе рекурсивного «Лука» третье место заняли «Давейс Блазе», «Каспарс Лютерс» и «Айгарс Спадис». Соревнование было организовано Латвийской Федерацией стрельбы из «Лука» в сотрудничестве с Венспиллским клубом «Стрельбы из «Лука» «Одиссей», Советом спортивных федераций, Латвийским Олимпийским комитетом и Олимпийским центром «Венспиллс». А профинансировало это соревнование Венспиллское самоуправление. Это были все новости на сегодня. И я прощаюсь с вами до четверга. В среду 19 февраля в 7 часов вечера предлагаем вашему вниманию на информационном канале «Скатвис» и на интернет-портале «Венспиллс ЛВ» прямую трансляцию, во время которой представители руководства города ответят на вопросы «Венспиллс Чан». Тема беседы «Что нас ждет после изменений в управлении портов и в результате административно-территориальной реформы?» На вопросы в студии ответят. Председатель Венспиллской городской думы Айварс Лембергс, первый заместитель председателя Венспиллской городской думы по вопросам инфраструктуры Янис Виталиндж и член комиссии городского развития Венспиллской городской думы и председатель комиссии по закупкам Айго Гутманис. Вопросы можно задавать на портале «Венспиллс ЛВ» и на портале «Рус Вендес Баллс ЛВ». Можно отправить вопрос на адрес по электронной почте ktv.tv.lv. В рабочее время вопросы принимаются по телефону 63-601-114. Во время трансляции вопросы будут приниматься по телефону 63-627-360 или 291-853-71. Несомненно, блюз – это основа основ музыкальной культуры этого столетия. И всех поклонников блюза приглашаем 21 февраля в театральный дом Юра Сварты, где одна из самых всемирно известных латвийских блюз-групп Latvian Blues Band приглашает всех на свой 20-летний юбилейный концерт. Субтитры создавал DimaTorzok